Так, всё, погнали! Тайм-кодом по ссылочкам, там всё будет. Вот, давайте начинать. Итак, ну, предлагаю начать с самого базового, это с сумки. Сумочки. Стартовые сумки. Стартовая сумка рейнджера. Она добавляет плюс 5% крит-шанса за каждую удачу, которая есть у персонажа. Которая настакивается разными способами. Самое важное про сумки, то что в сумке предмет должен находиться хотя бы одной клеточкой для того, чтобы работал. Вот, это очень важно. Что для рейнджеровой сумки, что для сумки рипера. Сумка рипера имеет 25% шанс наложить один яд, когда предметы находятся в сумке и используются. Поэтому раскладывайте как можно больше предметов в эту сумку. Дальше. Ну, где-то здесь обычное 4 на 4 ничего не делает. Фаннипак. Ускоряет предметы на 10%. Для фаннипака тоже очень важно правильно распределять предметы. Фаннипак. Поушенбелт. Поушенбелт сложная штука. У потов есть особая механика, когда они располагаются друг над другом. Когда используется первый пот, второй гарантированно используется тоже. Поэтому обычно надо располагать их так, чтобы снизу был либо самый слабый, либо тот, который точно активируется. Обычно точно активируются, например, либо банки на броню, либо банки на хп. Яды иногда могут не активироваться, потому что для использования яда, потом это увидим, нужно, чтобы враг хильнулся. Вот. И эта сумка увеличивает дополнительный, дает дополнительный 30% шанс, что эффект следующего пота сработает еще раз. И он не выпьется. Вот еще важный момент. То есть он просто вот сработает на халяву, а потом он, соответственно, этот пот выпьется еще раз. И так все эти банки срабатывают много раз по цепочке и становятся, ну, и это работает очень сильно. Вот. Тут даже, кстати, полная информация есть о том, как это работает. Но сейчас, наверное, уже нет смысла зачитывать. Защитная сумка дает 4 брони в старте битвы. Единичная. Клевая. Стамина сумка дает одну максимальную стамину дополнительно. Ну, здесь все в целом просто с едой, с сумками. Все, сумки вроде закончились. Еда. Главная особенность еды с звездочками заключается в том, что еда рядом друг с другом срабатывает на 10% быстрее. Но только еда разных типов. Поэтому все надо раскладывать еду рядом друг с другом. Банан хиляет на 4 и генерирует одну стамину. Хорошо работает в стаминозатратных билдах, например, с тяжелым оружием, всякими молотами и так далее. Чесночок. Чесночок дает каждые 4 секунды, то есть прокает чуть быстрее банана. И каждые 4 секунды 3 брони гарантированно и имеет 40% шанс снять вампиризм. Поначалу ни у кого, конечно, вампирки нет. Вампирка дорогая. Но где-то в мидгейме становится очень полезным. Ну и вообще, в принципе, верли очень полезный, потому что он дает броню. Броня, это круто. Ягодки. Раз в 3,5 секунды. Самая быстрая еда, поэтому во многих случаях ее надо пихать в разные места, которые накладывают яд, например. Раз в 3,5 секунды получает одну манну. И вот важный эффект. Когда есть 10 манны, получаешь одну удачу. Это очень прикольно. Например, работает на лучнице, когда она берет и листок гидраселя. Можно дополнительно и манну получить, и удачу фармить. Морковка. Уникальный предмет лучницы. Морковку нельзя найти на других персонажах. Он пока что только на рипере. Снимает один рандомный дебаф раз в 4 секунды. И если есть хотя бы 5 удачи, имеет шанс дать импауэр. Импауэр штука сильная. Усиляет урон всех оружий. На 1, соответственно. Гриб. Гриб уникальный предмет рипера. Раз в 5 секунд накладывает 1 яда. И собирается в поизон губерта, кстати. Тут еще и про рецепты написано. Мы их тоже увидим. Ананас. Легендарная еда. Каждые 4 секунды хиляет на 3 и дает 1 шипы. Стоит дороговато, но на самом деле суперполезно. 1 шипов на самом деле раз в 4 секунды стакается быстро. И много урона наносит врагам. Достаточно много. Особенно сейчас в мете билды на ножи. Милишное оружие. Милишное оружие. И почему важно именно то, что они милишные. Потому что милишка умеет вампирить. И милишка бьет по шипам. Рынжовое оружие, соответственно. Вампирить не умеет. Но только от статы вампиризма. Под специальным условием вампирки с гребня, например. Оно умеет вампирить. Такой важный момент. Вот. Ну и бьет по шипам, соответственно. Поэтому, да. Ну, обычный деревянный меч. Ничего особенного. Статы можно прочитать. Собирается в геройский меч. Через 2 точильных камня. Он сильный. И дает плюс 2 оружия. Всем. Плюс 2 урона. Всем оружием, которые стоят в его звездочках. Соответственно. Дамажит больше любое другое оружие, которое стоит рядом с ним. Геройский длинный меч. Еще 2 дополнительные заточки. Еще больше урона. Крут сочетается с камнями, которые метаются из сумки. С луками. И вообще всем, что его окружает, быстро бьет ножами и так далее, и так далее. Чем больше предметов вокруг него, по 4 урона, тем, соответственно, круче. Фалконблейд. Это другая вариация геройского меча, который собирается из двух перчаток. Он в звездочках ускоряет все предметы на 35% вокруг себя. И, что самое важное, бьет дважды. Для чего это важно? Для активации критов, для увеличения урона этого меча, для увеличения урона при помощи лампы, например. Для активации дебафов и дотов, например, ядиков при помощи камней, которые можно вставить в этот меч. Или заморозки, которые при помощи синего камня работают, и так далее, и так далее. Так что много разного применения вот этому вот двойному удару. Но он больнее себя убивает об шипы. Кроссблейдс. Это, соответственно, сочетание двух вот этих крутых мечей. Предмет, который находится на звезде, наносит на 10 больше урона. Обычно удобнее всего положить здесь лук. А предмет, который находится вот в этом квадратике зеленом, триггерит на 60... Прокает на 60% быстрее. Сюда можно положить вообще что угодно. Ананас какой-нибудь, книжку там. Ну, вообще, много крутых предметов, которые туда можно запихать. И при хите он получает плюс один урон и срабатывает на 3% быстрее. То есть он, если быстро-быстро бьет, он начинает бить еще быстрее, еще сильнее с каждой атакой. Очень сильное сочетание оружия. Дальше. Метла. Метла имеет шанс... Вернее, не шанс, а гарантированно бьет по врагу, когда враг промахивается, и это не тратит стамину. При хите, при попадании метла имеет шанс наложить блайнд. Блайнд очень сильный статус ослепления, да, на 5% уменьшает вражеский шанс попасть всем оружием. Вот. Для этого нужна мана, ну и... Может быть, в будущем там маг появится, который раннюю метлу будет реализовать. Вот. А вообще метла собирается в посохи, которые являются рейнджовым оружием. О них поговорим попозже. Ножи. Главная особенность ножей, во-первых, они стоят 0 стамины, соответственно, с любыми другими оружиями они хорошо работают. И при стане, когда вы станете противника, сейчас способов застанить врага не очень много, но при стане противника они наносят дополнительный удар. И собираются во всякие штуки. Например, в кровавый даггер, который получает при ударе одну вампирку и хиляется при ударе на 2 за каждую звездочку вокруг себя. Звездочка это вампирский, там, соответственно, его надо обложить другими вампирками. И он будет каждой тычкой много хп регенить. И также при стане дополнительную атаку делать. Ядовитый нож накладывает 2 яда при ударе. Я почему-то думал, что 1. Ну, 2. Ну и то же самое, бьет при стане. Спектральный даггер. Вот он немножко сложный, потому что, во-первых, он собирается из мана орба, и ему тоже нужна еще другая мана, то есть всякие ягоды или желательно второй мана орб, чтобы наносить урон напрямую по здоровью. Используя 1 манну и получаю при этом при плюс 7 урона. Кстати, вот эти плюс 7 урона, которые они записывают сюда и могут критовать. Так что если этот нож еще и критует, то урон по здоровью довольно-таки значительный получается. Проклятый нож. Уникальный предмет ядовитой риперши. Он, ну, это как классовый предмет считается. Классовые предметы выбираются на 8 ход. Вроде бы на 8, надеюсь, это не ошибся. Да, вот, only on round 8. При хите он накладывается 2 рандомных дебафа. Кстати, здесь есть целая статья про дебафы, может быть, стоило их тоже изначально зачитать. Рандомные дебафы — это яд, ослепление и холод. Ослепление — очень сильный дебаф, поэтому, в принципе, этот нож очень крутой. И замедление накладывает, и ослепление, конечно же, яд, через который дамажит риперши. Но и на этом не все, еще не все. Звездочки. Звездочки. Другие оружия, в основном это другие ножи, да, берутся. И молот сейчас, по крайней мере, мета дальше, может что-то изменится. Получают плюс 1 точности и плюс 1 крит шанса за каждый дебаф на оппоненте. Поэтому он сам накладывает дебафы, сам рипер накладывает дебафы. И все оружия начинают и критовать, и, конечно же, не промахиваться. Вот такой крутой нож для билдов на дамажащих пушках, которым обязательно нельзя промахнуться. Ну и которыми хочется критовать. Дальше. Шипастая лоза, да. Во-первых, в начале битвы она дает себе 2 шипа. И наносит плюс 1 урон за каждый шип. А также, когда она критует, вы получаете еще один шип. Очень хорошая штука, очень ее люблю. Один из моих любимых билдов. Шипастая лоза или блатторн. Потом из нее собираемый в разных абсолютно условиях. За оба класса хорошо работает. Хангри Блейд. Хангри Блейд, тот самый, который вместе с лозой собирается в мой любимый блатторн. В начале битвы дает 1 вампиризм. И при ударе конвертирует 1 регенерацию в 1 вампиризм. Поэтому всегда надо следить за... Всегда надо следить за тем, чтобы была регенерация в билде. Различными способами. Максимальный урон увеличивается на 1 за каждую вампирку. То есть даже если будет 20 вампирки, к сожалению, урон будет 2-25. Поэтому очень важно усилить Хангри Блейд всегда в блатторн. Который точно так же конвертирует 1 хп, но уже не только в вампирку, но и в шипы. И наносит плюс 1 урона за шипы и за вампирку. То есть он, условно говоря, превращает 1 регенерацию в 2 урона для себя. Ну и в 2 стата, которые что-то делают. Вот. Вот это вот очень сильно. Но обязательно надо доискать регенерацию, когда вы находите Хангри Блейд. И если собираетесь выходить в блатторн. Перчатки атаки. Собираются из перчаток и... Из шипового этого рога. Атакуют на 5% быстрее за каждые шипы на персонажа на своем. После 5 хитов дают 1 усиление. Ну, наверное, их прикольно собирать несколько одновременно. Чем быстрее они соберут усиление, тем быстрее и больше они будут вносить урона. Молот под ножи, как я уже сказал. Потому что это одно из оружий, которое умеет накладывать стан с 6% шансом. Глушает оппонента. Тот 0,5 секунд ничего не делает. Его предметы не набирают, соответственно, скорость. Дальше. Фэнси игра первая. Мифический. Ну, не мифический, а божественный. Редкий очень предмет. Странная штука. Работает сама по себе. Ее всегда можно взять, если она просто пришла рано. Потому что она сама по себе сильная и может довести до 10 кубков. Довольно-таки легко это делает. Потому что при хите она получает 3... Нет, она использует 3 удачи и получает 2 урона. А если она промахнулась, а шанс попасть у нее очень маленький, у нее акурость всего лишь 60. Она получает 3 удачи. Соответственно, она бьет, промахивается, получает 3 удачи. Потом бьет, получает себе, тратит эти 3 удачи, получает урон. И так далее до бесконечности усиливает себя. Ее надо ускорять, быстро ей бить, чтобы другие пушки ей не мешали. Хорошая сильная самостоятельная пушка. Еще одна хорошая самостоятельная пушка. Гигантский меч, если тоже рано пришел. Штука сильная сама по себе, наносит много урона. С КД в 5 секунд, стамина жрет 5. И главная ее особенность, если у вас есть 8 импауэра, что набрать очень сложно. Либо морковками, либо ботинками, либо вот этими вот перчатками, которые вот до этого мы видели. Тогда его стамина, стоимость по стамине уменьшается до 3. И скорость использования уменьшается до 3. Честно говоря, такая себе вот эта вот пассивка. Гораздо проще набрать перчатки и взять пару бананов. Перчатки ускорят урон. А еще камнями. Камнями обязательно в этот меч надо запихивать камни. Камни в нем очень сильно сидят. Вот. И просто взять перчатки и бананы. И так стамины будет хватать. И скорость атаки будет больше. Лайтсейбер. Световой меч. Довольно странная штука, но хорошо сочетается с другими святыми предметами. Потому что использует... Использует регенерацию. Там есть святая броня, которая как раз таки дает регенерацию. Зачем она ее использует? Чтобы наложить 6 ослепления на 5 секунд всего лишь. И наносит на 1 урона больше за каждое стак ослепления. Хорошо стакается со святым Губертом, потому что он тоже накладывает ослепление. И, например, с ножом проклятым за рипера. Ну а так в целом использовать довольно сложно, как самостоятельный предмет. А вот дарксейбер собрать из него гораздо круче. Собирается он из святого меча плюс проклятой банки. И наносит плюс 0,5 урона за каждый дебаф на противники. При атаке использует 1 ману, чтобы наложить блайн. То есть всего лишь 10 атак, и у врага уже минус 50% шанса попасть. Если там нет удачи всякой, то это очень сильно. Ну и просто больше урона за каждый дебаф для рипера. Это прям счастье. Очень-очень сильный итем. Сковородка. Наша любимая. Один из самых сильных ранних итемов. Так еще и собирается в 3 разных... 2 разных сковородки других. Очень сильная в верлигейме. Я сейчас играю в основном только через сковородку. За каждую еду в звездных итемах... За каждую еду в звездных итемах наносит плюс 1 урона. Поэтому 6 предметов и урон уже 10. Сильная штука. Да, кстати, этот собирается только за рипера, потому что эта банка уникальная для рипера. Спасибо. Или данблат. Первый предмет, в который собирается и более крутой, чем экскалибур, это пандамониум. Пандамониум сам по себе имеет крутые статы, собирается из крутого камня эпического. И за каждую активируемую звездочку, в которой лежит еда, накладывает 1 яд. Хорош не только на рипере, потому что яд, но и на лучнице. Когда у оппонента ниже 35 хп, вот этот ромбик начинает прокать на 100% быстрее. Тут может лежать что угодно. Это может быть сустейн-айтом в виде книжки, который хиляет, или какой-нибудь ананас может лежать одновременно и в ромбике, и в звездочке, в зависимости от того, что вам важнее всего ускорять. В основном я люблю положить вот такой чеснок, и чтобы он под конец быстрее прокал, и быстрее еще накладывал доп. яд. Или ананас, или что-нибудь такое. Или даже оружие. Или даже какое-то оружие сюда можно положить. Экскалибур собирается из банки силы. Имеет очень много звезд. Наносит на 1 урона больше за каждую еду в звездах. И также ускоряет на 100% один предмет. Но почему-то этот предмет это только еда. Поэтому желательно вот сюда, наверное, ставить какой-нибудь банан. Ну, короче, экскалибур слабее. Да, он может набрать где-то 12-13 урона. Пандамониум сейчас его очень сильно выигрывает по урону. И вообще я не люблю его собирать. Короче, слабенький он. Ну, пока что. Может, добавят. Может, забафают. Не знаю. Уникальный предмет рипера. Коса. Весь яд, который накладывается в звездочках, удваивается ультра-сильно. Под косу всегда берут. Ну, в основном всегда берут. Короче. Куклу, которая... Мы ее еще тоже увидим. Которая накладывает на врага дебаф с 30% шансом, если на тебя наложили этот дебаф. То есть, например, на вас кидают яд, а вы в ответ накладываете два яда при помощи куклы. Очень-очень сильно. Ну, и, конечно же, с фласками. С банками яда тоже сильная штука. С ножами ядовитыми. Ну, по факту совсем, что наносит яд. Довольно сильная штука. Кровавая коса. Сложное оружие достаточно. Если приходят, надо к нему еще найти дополнительный... Дополнительную вампирку. А вампирка это дорого. Вампирка это легендарные предметы, легендарные камни и так далее. Предметы со звездочкой дают двойную вампирку. Рассказываю, перчатки вампирские дают шесть вампирки. Соответственно, под этой косой они будут давать 12. Очень сильно, жестко вообще. И еще атакует на 5% быстрее за каждый вампиризм. Я вот недавно как раз на это наткнулся. Случайно взял ее с другим оружием. И у меня совершенно... С вампирским Блатторном, своим любимым. И у меня совершенно не хватало скорости атаки Блатторну. Из-за того, что... Ну, то есть, всегда била коса. Поэтому с другими оружиями не сочетается. Сюда надо просто с другими вампирками брать. И будет достаточно сильно. Мана Терст собирается из вампирского меча и камня. Вампирский меч... Вампирский меч... Ну... Честно говоря, кажется довольно слабым итемом. Получай одну ману. Если есть 10 манны... Укради 2 жизни при ударе, ну, бьет раз в 1,4 секунды не очень часто. А если использовалось 20 манны, укради 12 жизни. То есть, он мало того... Ну, их как будто надо брать 2 или 3 штуки, чтобы этот билд сработал. Это супер дорогая штука. Он с посохом хила играет, подсказывают в чате. Да, звучит логично, потому что после хила тратит много ман на аж пятерку. И плюс стил лайф это тоже хорошо. Это считается, когда ты хилишься. Я этот билд не пробовал, но надо будет, кстати. Спасибо, Ледонблан. Да, надо будет. Ну, вот это вот реализовать сложно. 20 манны потратить прям. Копьё синий, там довольно часто попадается, даже в самом начале. Уничтожает 4 брони за каждую звездочку перед собой. Звездочка перед собой должна быть пустым слотом. То есть, это просто должна быть сумкой, вы в неё ничего не должны класть. В early game достаточно сильный предмет, если у врагов много щитов. Сейчас мета щитов немножко ушла. Но может попасться противник с бронёй, например. Если у вас копьё, этот противник отлетает очень быстро. Вилансорт уникальнейший меч. Попадается супер редко. Это вроде как самое быстрое оружие в игре. Почему? Потому что оно забирает урон других оружий. Оружие в звёздочке наносят на 2 урона меньше. И наносят самостоятельно плюс 4 урона за каждое такое оружие. Соответственно. Накидать сюда ножи, которые вообще не тратят слот, например. Которые бьют за бесплатно. Или каких-то дешёвых или быстро бьющих пушек. Но только милишных учитывать. Нельзя это закидать камнями. Вилансорт не станет сильным от камней или от посохов каких-нибудь. Только милишными пушками. И он будет вносить очень много урона. Если он попадается, он в целом дотягивает как минимум до 10 кубков. Такая вот история с милишными оружиями. Милишки пси. Ранжовые пушки. Как я уже сказал, ранжовые пушки не бьют по щитам. И не умеют вампирить. Это их главная особенность. Камень. Камень суперская штука. Которого всегда можно взять. Всегда доложить в свою сумку. Если не надо, продать. Стоит 1 и продается за 1. Кидается только 1 раз за битву. И уничтожает 3 брони, когда попадает во врага. В момент удара. Очень силен, потому что можно найти синюю сумку. Которая позволяет кидать камни бесконечно. То есть раз в 3 секунды кидается камень. Ломает 3 брони. Наносит неплохие цифры урона. Еще круче становится сумка. Если вдруг вам упал уникальный камень. Который наносит 3 заморозки при своем собственном хите. Он правда кидается чуть реже, чем обычный камень. У него скорость атаки не 3, а 4 секунды. Но еще и в звездочках накладывает ледышку. Покупаем всегда вообще. Даже если нет сумки с камнями. Покупаем. Кладем между какими-нибудь двумя основными оружиями. Между ножами. Между чем угодно. И накладываем заморозку на врага. Чтобы тот ходил медленнее. Супер мба. Очень-очень крутая штука. Магический посох собирается из метлы и магического камня. Рейнджовая пушка, которая тратит 3 маны, когда атакует. Чтобы нанести 6 урона. И увеличить свой урон на 2 до конца битвы. Соответственно, играем практически в один только посох. Хотя не обязательно. А, ну он единичку стамины жрет. Интересно, а здесь все изменения были? Потому что мне бы чуть-чуть казалось, что рейнджовый посох чуть меньше стамена ест. И его можно с другими пушками ставить. Как будто бы изменения сюда вносят. Ну, неважно. В общем, штука сильная. Если вдруг повезло вырылить метлу вместе с камнем, брать стоит. Но приходится еще, конечно же, набирать ягод и брать камень дополнительный. Иначе без них он будет просто обычным рейнджовым оружием, который носит всего лишь 4-6 урона. За рейнджера собирается в уникальный критвуд став вместе с ошейничком. Который использует уже 4 маны, чтобы нанести 7 урона дополнительного. И на 1 секунду все атаки начинают критовать. В том числе и эта атака тоже вроде как критует. Хорошо играется с луками, с камнями, какими-нибудь другими бесплатными оружиями, ножами. Которые могут ударить в этот маленький промежуток в 1 секунду. Но в целом мы можем его ускорить до 1 секунды. Чтобы он раз в секунду бил и давал бесконечные 100% криты. Для рейнджера достаточно сильная, прикольная штука. С перчатками его поиграть. И будет очень-очень сильное оружие. В том числе и рейнджовое. Шпам не бьет. Став оф анхилинг. Очень сложное оружие. Собирается только на рипере из уникальной банки. Раз бьет за одну стамину раз в 1-8 секунды. Но не бьет врага, а хиляет себя. На 10. Использует 5 маны. Усиливает свой хил на плюс 4. Причем я не совсем понимаю. Конкретно этот хил, не весь хил. Да, только этот хил на плюс 4. И на 2 секунды хил также наносит урон. Соответственно с этим посохом надо брать банки, лечение. Надо брать книжки, которые дают лечение раз в 3 секунды. И так далее, и так далее. Бананы какие-нибудь. Ну и ускорять сам посох, чтобы тоже... В принципе его ускорять особо и не обязательно. Но ускорять оружие всегда хорошо. Главное, чтобы стамина хватало. Оружие очень крутое. От вампиризма, да. Можно также добавлять. Will cause any of your health... Вампиризм, регенерация, бананы и так далее. Вот, заставляет наносить урон. Даже регенерация очень прикольная. Да, став фанхилинг забавная штука. Надо тоже на нем попробовать новые билды пособирать. Я в него как-то... Я вообще в постахи редко выхожу. Лук. Уникальное оружие рейнджера. Очень максимально самое неудобное оружие в игре. Но очень крутое. Наносит аж 6-8 урона. Бьет довольно редко. Примерно как нож по скорости. И когда звездочка критует, звездочка оружия перед ним, следующая атака лука становится двойной. Мне очень нравится под лук брать лампу джина, давать ему плюс 27 атаки. И как только критует оружие перед ним, он наносит сразу же двойной тычкой. Там 60 урона, а если еще... А он критует, он наносит сразу 150 урона. И это очень-очень круто. Плюс по щитам он не бьет, стамину не тратит. Вот еще, кстати, важно. Милишки только... Я забыл сказать, только милишки бьют по щитам. Не только по шипам, но и по щитам еще. Оранжевые нет. А щиты страшная штука, потому что, во-первых, враг получает броню. Во-вторых, когда ты попадаешь по щиту, противник, соответственно... Ты теряешь стамину. Такие вот дела. И последние две оранжевые пушки это дракончики. Обычный дракончик вылупляется из рубинового яйца через два раунда. Просто в битве отражает два дебафа. Дракончик в начале битвы дает два ускорения, чтобы все предметы прокали быстрее. Также рефлектит два дебафа, как и яйцо, что прикольно. Ну и, в принципе, просто быстро достаточно стреляет. Раз в две секунды. В него клево камни добавлять. Какие-нибудь отравляющие или снимающие бафы с врагов. Или какие-нибудь еще. Крутой, прикольный предмет. Но он становится супер-гигасильным, если получается найти специальную карту, которая уникальна для рипера. То есть лучница их собрать не может. Чем он становится сильнее? Он начинает бить очень быстро. 1.6 это реально быстро. Так еще и с каждым хитом настакивает ускорение. И когда есть хотя бы 10 ускорения, имеет 30% шанс заставить врага. Так что и с ножами хорошо работает, да и просто стан это очень круто. В него пихается что ли 2, то ли 3 камня. Слоты жаль, что здесь не показаны. Поэтому дракон очень сильный. Считается оранжевым оружием. 2 камня. Ну вот 2 камня в него запихать очень сильно. Сразу после ранжевых оружий посмотрим на щиты, на которые ранжевая как раз не действует. Обычный щит. Когда получаешь урон в миле, имеет 35% шанс получить 3 брони и забрать у врага 0.5 стамины. Сейчас довольно слабенький. Раньше был сильный из-за того, что единичку стамины забирал. Да и брони вроде бы больше давал, да? Да, блока было 6, стамина дрейн был 1. Сейчас чуть послабее стал. Шиповый щит. В начале битвы дает 1 шипов, собирается из обычного щита и рога. Каждые 30 брони, которые вы получаете, дают... Нет, в первый раз... Нет, да. Каждый раз, когда вы получаете 30 брони, дает еще 1 шипов сверху, 1 шипочек сверху до 2 раз за раунд. То есть 3 шипа может выдать. Под шиповые билды, под блатторны, под эти... Сильная штука. Против ножей сильная штука, в принципе. Но плохо то, что... Во-первых, при получении урона... А, еще вот важная штука. При получении урона дает 1 брони. Важный момент. Не является активатором вещей, которые работают от активации... предмета. Например, как губерты, которых мы чуть позже посмотрим. Вот эта штука не будет гарантирована каждой тычкой врага активировать этого губерта. Будет работать только активация в начале битвы и, возможно, выдача шипов. Иначе было бы слишком сильно. Такая вот история. Shield of Valor. Ультра сильный щит. Легендарный. С 35% шансом дает аж 8 брони при получении милишного урона. Забирает одну стамину у оппонента. И к тому же звездочки, которые вокруг него, дают на 30% брони больше. Это круто работает с банками брони, с броньками, с другим таким же щитом и разными другими вообще предметами. Крутая штука. Прям вообще прикольно. Кожная броня. Та самая штука, которую хорошо бы взять под шиповый щит для того, чтобы мгновенно прокнуть хотя бы еще одну, еще одни дополнительные шипы. Потому что она просто в начале битвы дает 45 брони. А потом собирается вампирскую броню при помощи вампирского камня, которая в начале битвы конвертирует 30 здоровья в 60 брони и дает 2 вампирки, чтобы восстановить это хп. И, что немаловажно, потом каждые 3 секунды продолжает конвертировать 10 хп еще в 20 брони. У него очень много брони можно наформить под вампирский армор. Уточняю о Шинзаре насчет шипа. Шипастого щита. Да, звездочка под губертом загорается, но она сработает только при старте битвы. А вот если ты поставишь вот этот щит или обычный щит под губерта с 35% шансом, когда ты получишь милишку, он прокнет и активирует губерта. То есть, вот этот щит немножко такой трики. Да, на нем звездочка губерта горит, но нет, он его не активирует. Святая броня хороша с любыми другими святыми предметами, потому что за каждую звезду вокруг дает 2 регенерации и каждые 3 секунды снимает 2 яда. Сильная броня, крутая, и в начале битвы еще дает 55 брони. Вот. Очень, очень классная на самом деле моя любимая под шипастые, шипастые святые вот эти билды Блатторном. Ну, не святые, а вампирские шипастые билды, назовем это так. Колода карт уникальный предмет для рипера. Стоит 3 голодишки. Сам по себе ничего не делает, потому что начинает цепочку игровых карт в начале битвы. Для этого, соответственно, вам нужно купить карты, но он добавляет их в магазин. Соответственно, без колоды карт карты в магазине вы не встретите. Любовники. Если колода карт выпадает рано и у вас получается найти куманки любовников, это очень сильно. Поначалу воруют сразу же, как только открывается первая цепочка, воруют 11 здоровья. А еще, если она стоит первой, то есть, если количество карт до нее четное, на данный момент количество карт это 0, соответственно, если она стоит первой, карт сзади 0, вы получаете 2 регенерации. Очень сильно под Блаторн и вампирский меч, и каких-то других ситуаций, и просто очень сильно. 2 регена в начале это жестко, украсть 11 хп, которые враг потеряет, а вы получите, это супер тоже сильно. То есть, это прям вампирка. Дальше, если количество карт сзади нечетное, то есть, пики всегда идут после любовников. Любовники пики, любовники пики, это синяя карта, это синий предмет, это common предмет серенький, поэтому их в начале выбить очень круто, очень сильно, и опять же, под Блаторн билды хорошо работает, потому что, когда открывается следующая атака критует гарантированно, это просто когда открывается, а вот если количество сзади нечетное, получает 2 удачи и 2 шипов. Очень сильно удача на самом деле на репере нужна, чтобы не промахиваться, шипы просто сами по себе жесткие. Голубоглазый дракон при раскрытии дает 12 плюс 5 брони за каждую карту до него, соответственно, чем дальше стоит, тем лучше, и накладывает 3 заморозки, 3 заморозки, клево, враг замедляется. Огненный дракон дает 10 урона и 4 демеджа за каждую карту до него, то есть так же, как этот работает, и дает 3 ускорения, тоже хорошая карта, если выпадает, берем урон, это здорово, урон, ускорение, и плюс он собирается в гига дракон. Вот это жесткая карта, ее надо как-то, наверное, играть с посохами, с манобилдами, легенда, ну она божественная, дорогая, 7 аж стоит, генерирует сама по себе манну, 3, плюс 3 за каждую карту до нее, и за каждую манну свыше 10 снимает рандомный баф с оппонента. Я один раз наткнулся на чела, который мне этими картами просто снял все мои шипы. Я охренел с того, да не только шипы, у меня не было ни шипов, ни вампирки, у меня ничего, по-моему, не было, потому что вот эта карта сняла с меня все бафы, и это было жестко. Коробка с самоцветами. Сама по себе ничего не делает, так же, как и предыдущие карты, но добавляет в магазин возможность получить, купить камни из магазина, а также дает один камень в каждом начале хода. Соответственно, это довольно экономический итем, плюс очень сильный в билдах, которые имеют много оружия, например, много бесплатного оружия типа ножей, ну, много пушек, которые не требуют стамина, или оружие, в которых много камней можно запихать, такие как гигантские мечи и драконы, а также, когда хочется броню чем-то усилить, не хватает каких-то статов. Сейчас про все камни посмотрим. Важный момент, вы можете иногда убирать коробку из инвентаря обратно в коробку пустую, для того, чтобы, когда вы реролите, вам не попадались камни. Я не очень люблю это делать, потому что камни за один покупаются, за один продаются, если это дешевые камни, а иногда попадаются крутые камни по скидке, которые реально хочется взять. Теперь смотрим собственно все камни. Во-первых, их можно комбинировать между собой, когда они выпадают, вот эти самые маленькие, они комбинируются, можно их лочить, можно их вставлять в оружие, в броню, и они дают самые разные эффекты. Пять видов редкости есть у камней, вот их стоимость, от 1 аж до 16, вот если божественный приходит по скидке за 8, его обычно взять очень круто. Сами все камни что делают? Аметист, в оружии имеет шанс убрать баф с оппонента, в броне уменьшает лечение оппонента, в бэкпаке самое редкое использование камней это когда они просто валяются в бэкпаке, снимает рандомный дебаф с себя. Очень люблю хотя бы один камень вставить в броню, хотя бы один в какое-то оружие, крутой аметист камень. Изумруд в оружии накладывает яд с определенным шансом, в броне накладывает шанс когда тебя бьют, в броне мне нравится больше чем в оружии, ну если только это не какой-то билд с ножами. В яд своего оппонента, получить себе две регенерации. Найти на этом билд, мне кажется сделать на этом билд очень сложно. Рубин лайфстилит от нанесенного урона. Важный момент, я говорил, что ранджовое оружие не умеет лайфстилить. К камням это не относится, поэтому в дракона в посохе запихнуть мощный красный камень можно и он будет вампирить. Броня и другие сокеты увеличивает любое лечение до определенных цифр. Прикольно, наверное, состав аманхиллинга юзать. И, в принципе, я люблю один-два камня каких-то в броню добавить, если у меня уже есть красные камни, которые вампирят. Если, в принципе, фулл вампирская, фулл вампирский билд уже собирается, там, с мечами, с вампиризмами, обязательно, эта штука тоже клевая. В бэкпаке вампири воруют у врага одну, от одного до пяти хп. Блин, легендарный в бэкпаке, наверное, суперсильный, особенно, если его ускорить чем-нибудь перчатками или какой-нибудь птичкой. Я об этом не думал. Сапфир. Сапфир очень крутая штука, потому что на всех уровнях дает аж две манны с определенным шансом и накладывает одну заморозку, гарантированно. Ну, типа, если прокнуло, то дает шанс. В оружии прям очень люблю, чтобы манну подкопить чуть-чуть, заморозить врага, круто. В броне дает за каждые пять полученной манны, не использованной, а полученной броню, тоже один-два камня можно в броньку запихать. В бэкпаке раз в какое-то время накладывает заморозку вообще ни о чем. А, да, самое важное. Самое важное я не сказал про сапфир, спасибо. Элидан, ты мне опять напоминаешь. Самое важное это то, что сапфир в оружии бьет сквозь броню по здоровью гарантированно. На легендарке стопроцентный шанс. Для некоторых билдов это очень важно. сейчас есть билды на крутых камнях, на щитах, на броньках и так далее, которые набирают там по 300, по 400 брони и пробивать это либо магическими ножами, либо любыми другими ножами, любыми другими пушками, которые атакуют в хп через вот этот камень, очень круто. топаз. Топаз в оружии начинает бить быстрее, хорошая штука, в броне иногда тоже очень сильно помогает при получении урона, при получении удара, причем любого, наверное, удара, не только милишного, здесь не написано, в отличие от щитов, имеет шанс восстановить себе стамину. Ну, а просто в рюкзаке тоже может работать как банан, немножко восстановили стамин, но супер редко. И когда стамина полная, дает один, одну скорость, вы не поверите, но я даже видел одного чела, который закидал в инвентарь себе кучу сапфиров, сидел на фулл стамине вообще без оружия и ускорялся очень быстро, это было забавно. Такая вот история с камнями. Надеюсь, про них ничего сказать не забыл. Другие виды брони. Перчатки ускоряют по бокам на 20%, здесь все предельно ясно. Создаются вампирские перчатки, ускоряют по бокам аж на 35%, а также спустя 4 секунды дают аж 6 вампирки. Очень тоже жесткая штука, сильные, сильные перчи. Шапка. В начале битвы уменьшает урон на 3 секунды, получаемый на 25%, а также имеет 10% шанс предотвратить хит от крита. А скоро еще вроде как будет патч, в котором будет резистить с определенным шансом резистить стан. Достаточно крутая штука, в лейте одну штучку можно взять, можно и несколько, против лучников, у которых много критов, работает очень классно. Ботинки, интересный тоже айтем, хорош в билдах, где много оружия, потому что дает им пауэр, не так много предметов в игре, дает усиление урона прямого на все оружие. Когда хп дропается ниже 70, дает 1 удачу, 1 на одну силу и немножко брони. Вполне неплохая штука, особенно по скидочкам, всю броню, вот эту вот, офсетовую броню покупать очень даже клево. Банки. О банках я уже немного поговорил, о том, как они работают, о том, что если вы одну банку ставите под другой банкой с определенной лесенкой, они начинают прокать ту банку, которая сверху. Это очень важный момент, всегда банки ставим друг над другом и желательно снизу всегда ставить либо ту, которая гарантированно и быстрее всех сработает, либо ту, которая слабее всех. Обычный хеллспот, когда хп падает ниже 50, то есть срабатывает всегда. Выпей это и вылечись на 12, а также убирай 4 яда. Очень крутое сочетание для ранних билдов красная банка плюс белая банка, если выпадет, это фиолетовая, это синенькая. Когда у тебя есть хотя бы 20 брони, выпей ее и преврати 15 хп в 30 брони, то есть по сути это дает 15 броньки, но на самом деле когда она срабатывает, она дает 30, ну то есть 60 вместе, если у вас есть красная банка. То самое сочетание, о котором я сказал, вы ставите красную снизу, белую сверху, и как только хп опускается ниже 50, мгновенно срабатывает красная, 100% срабатывает белая, и из-за того, что у вас уже есть 20 брони, срабатывает еще раз, того вы мгновенно превращаете 30 здоровья в 60 брони, главное себя этим не убить, я не знаю, можно ли это вообще убить себя, как-то таким образом, но это очень сильное сочетание на early game. Эти банки превращаются в более сильные свои версии, хотя мне они не очень нравятся, не такие уж они сильные. За целых 2 регенерации мы превращаем это, получаем на 6 хп больше и получаем 2 регенерации. Это и найти сложно, и работает так себе, и вообще я вот эти вот травы люблю, чтобы они просто лежали в инвентаре для моих любимых билдов через вампирский меч. Усиленная банка брони тоже какая-то такая себе, собирается здесь 2 камней, дает на 5 брони больше и дает 3 шипа всего лишь на 3 секунды. Странно, ну, наверное, на 3 секунды тремя шипами можно задамажить врага на 12 или на 15 если он бьет вас молотом и у него есть 4 ножа. Ну, типа, не знаю. 3 шипа, 6 шипов обычно. А, ну да, 6 шипов ты получаешь, если юзаешь это под банкой, логично. Так что, ну, не знаю. Я обычно не делаю, но если вдруг есть место в инвентаре, обычно их всегда так тяжело расположить так, чтобы эти камни в нее запихать. Геройский пот дает, когда закончилась стамина, восстанови 2 стамины и получи 1 усиление и 1 регенерацию. Довольно прикольно, но, честно говоря, ровно 0 стамины бывает редко. всегда она где-то держится на половинке, на единичке и в итоге этот пот почти никогда не прокает, поэтому я ее лично не люблю брать. Усильно этот пот делается из дополнительного банана и дает уже 4 стамины и все то же самое. Наверное, его также можно прокать другими банками, например. Ядовитая банка это целый билд, целый билдообразующая банка, играется с ножами, играется сама по себе с косой, очень крутая, очень сильная. Когда оппонент регенерирует хп, наложи на него 3 яда. Иногда есть смысл убрать ваш какой-то единственный хил из билда, если это один банан единственный, чтобы не прокать банки вот в таких билдах. Например, меня сегодня буквально ваншотнули, буквально сегодня катка была, вот сочетанием этих двух банок. Было где-то 4 или 5 банок ядовитых под двумя косами, которые удваивают яд. Они мгновенно сработали, я получил 80 яда. Как только мое хп опустилось ниже 50, сработала банка демоник фласка, их тоже было 2 или 3 штуки, и они нанесли 0-3 урона за каждый стак яда. Я реально умер за 2 секунды. Это было жестко. Сам такой билд пока еще ни разу не собирал, но это очень-очень сильно. Скоро эти банки вроде как понерфят, и они будут стоить 7, по-моему, тостер писал вчера, на стриме говорил. Вот. Такая вот банка. Но это нужна для аж двух предметов, ну и как бы срабатывает, да. Здесь можно сказать о том, что очень важно продумать, как правильно их расставить, чтобы они срабатывали. Обычно эти должны быть в самом верху, чтобы вначале сработал яд, а потом сработали фиолетовые. Да, например. Питомцы. Внезапно есть такая характеристика, как питомцы. Пока что с этим, по-моему, ничего не синергирует. Ну, наверное, чуть позже будут какие-то еще предметы. Яйцо. Про яйцо уже говорили. Из него вылупляются драконы, оно рефлектиет два дебафа. Птичка. Птичка на каждую звездочку раз в 3 секунды каждую звездочку ускоряет на 5 до 40%. Это как супер-гига-перчатки, которые работают на все перед собой, но забирают какое-то время, чтобы ускориться на это количество скорости. А также убирают одну удачу у оппонента, что против лучников довольно важная вещь. Губерты. Вот это наши самые главные питомцы. занимают 4 слота, супер-милые. Когда звездочки активируются, базовый губерт лечит тебя на 12. Когда звездочки активируются 5 раз, соответственно, сюда надо какие-то быстрые активаторы ставить. Это еда, это всегда оружие, оружие всегда самый быстрый активатор, всегда быстрее любого другого предмета работает. это какие-нибудь книжки святые и так далее, и так далее. Все вместе вот так вот надо расставить, чтобы губерт круто хилял. Губерты собираются в радужного губерта, но об этом после обычных. Камни, щиты под губертов клевые, да. Ядовитый губерт собирается из двух мухоморов. Раньше рипер начинал с двумя мухоморами, сейчас начинает с одним мухомором и ножом. Раньше его собрать было проще, теперь чуть посложнее, но в целом довольно интересный, потому что снимает с себя два яда и накладывает три яда. Его прикольно сочетать с другими банками, чтобы с себя быстренько потом поснимать этот яд. А также когда играете против других риперов. Но не факт, что вы будете попадаться против риперов. Всегда можно попадаться против одних других лучников, и тогда это будет практически бесполезно. Но в целом раз в пять активаций три яда довольно-таки неплохо. Стальной губерт. Стальной губерт классный на обоих классах. Дает зеленым квадратиком плюс два урона и восемнадцать брони за каждые пять активаций звездочек. Сюда кстати щиты хорошо ставить кроме шипастов. Как я уже говорил, щиты довольно клево активируют губертов. Щит, оружие, любые ягоды и так далее. Здесь офигенно с разными оружиями, у которых дико неудобные. Например, лоза или лук или молот, потому что они одновременно могут и активировать звезду и получать усиление. Под него круто ставить два камня, под него клево ставить ножи и всякое всякое всякое. Кровавый губерт дает две вампирки. А, да, делается из вот этого меча. Кровавый губерт делается из кровавого камня, дает две вампирки сразу же мгновенно и каждые 6 активаций ворует 10 хп 10 плюс ваша вампирка. Если кровавого губерта собрать под кровавую косу и набрать там по 20-30 вампирки, я думаю, что вот эти вот 40, которые будет вампирить губерт, это вообще жесть. Забирать у врага себе это прям супер сильно. Светлый губерт, наверное, самый редкий и самый странный губерт в мире. Каждые 6 активируемых звездочек хиляет на 18 и накладывает аж 5 блайнда, но всего лишь на 4 секунды. То самое, о чем я говорил, прикольно бы найти два таких светлых меча, одного светлого губерта и когда-нибудь в это поиграть, очень хотелось бы, но сложно, странно, вообще, не знаю, на 4 секунды, но не знаю. Короче, минус 25% окурси врагу. Ну и, конечно же, омега, гига, великий, святой, радужный губерт. Поклоняемся, любим, обожаем, собирали всего один раз. Когда активируется 6 предметов вокруг него, а у него, как видите, по-моему, 12 звездочек, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Его можно обложить предметами и каждые 6 активаций хиляют вас на 20, дают 20 брони, дают 2 вампирки навсегда, накладывают 4 блайнда навсегда, накладывают 4 яда навсегда и дают оружием звездочке плюс 4 урона. Как только он собран, вы выиграли. Ну, я, 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 он специально сделан таким, чтобы его было собрать очень сложно, но я не уверен, что, я не уверен, что с ним вообще возможно проиграть. Я думаю, что невозможно, он гига имба. Да. Если что, видосик с ним есть на ютубчике. Ну и остались у нас только аксессуары, здесь куча всего, всякого, всякого, самого разного. Уникальный предмет лучницы работает точно так же, как ее сумка, только вокруг себя, дает, стоит 6, кстати, а, ну, тут не видно. Дает 5 крита за каждую удачу вокруг себя оружием. Вот. Сильная штука, очень нужная. Сумка камней, то, о чем я говорил, на рейнджовых оружиях, позволяет кидать камни бесконечно. Всегда работает только над собой. Офигенная, сильная штука. Кровавый камень дает 2 вампирки, собирается в разные кровавые предметы. Книга света, очень сильная для лейтгейма, снимает себя один раз в 3 секунды, работает очень быстро, для, как активатор, хорошо действует. Снимает себя один блайнд, хилит на 8, используется 10 манны, мгновенно, как только появилось 10 манны. Хотя, кстати, не уверен, может быть, чат поправит. Мгновенно, как только 10 манны появилось, или как только она сработает, когда есть 10 манны. И дает 2 секунды неуязвимости, но на один раз. Ну, их всегда можно собрать 4, и тогда это будет 8 секунд неуязвимости, не сразу, как только соберется 10 манны, а надо собрать 10, она их потратит, потом надо снова собрать 10, вторая книжка их потратит, и так далее, и так далее. Супер крутая штука для эндгейма. Коробку, мы уже смотрели, что здесь забыла, коробка. Кастомер карт усиляет редкость одного предмета в магазине каждый раз, когда вы его обновляете. То есть, вместо эпика может выпасть лего, а вместо леги может выпасть божественная. А может, вместо команки выпасть рарка, даже если это мидгейм какой-нибудь. Так что, очень рандомная, странная штука, по скидке можно брать. Так лучше деньги на нее не тратить. Деков карты мы брали. Лампа Джина, безумная штука, на которой тоже строятся целые билды. Под нее, конечно же, надо продумывать свой билд. Особенно, если пришла по скидке, можно подумать и сыграть. в звездочке дает 27 урона, потратив 7 брони, 7 удачи, 7 шипов и 7 ман. And 27 health. Подождите, она еще и хп теряет? Че? Я вот этот кусок никогда не видел. Видите, полезно. А так, сама по себе, каждые 2 секунды сама дает одну удачу, одни шипы или одну ману, в зависимости от чего, меньше всего. Если уже собираю, есть шипы какие-то, есть ягоды, в основном с едой. Есть ананас, есть эти ягодки, есть стрела, с удачей можно взять на какую-нибудь двойную пушку, которая, например, как лук или что-нибудь такое и, соответственно, усилить быстро и это будет очень-очень мощно. Есть крутые билды на лампиджина. Фанфары. Раз в одну секунду убирает одну стамину у оппонента и увеличивает свой кд, то есть уменьшает свою скорость на 0.8 и так до бесконечности. 5, каждые 5 активаций вообще написано после 5 активаций станет на одну секунду. Я, кстати, не знаю, может ли она вообще застанет два раза. Мне кажется, если бы могла, здесь было бы написано every five activations. Может быть, чат сейчас мне поправит, потому что такие вещи надо проверять, но я такого ни разу не проверял. Ну, наверное, нет. Мне кажется, там как минимум она будет ходить слишком медленно. Ну, наверное, такое возможно. Флейта. За каждую звездочку перед собой прокает на 10% работает быстрее. За каждые разные там. Рандомно дает 12 брони, 2 стамины или 2 удачи. Очень нужна в стамино-затратных билдах. Если в вашем билде стамина не тратится, она обычно будет не очень эффективна, потому что она может 10 раз подряд прокнуть стамину. И вы не получите ни брони, ни удачи, ни хера. А вот так, в принципе, работает хорошо. Удачливый клевер уникальный предмет рейнджера, который дает 1 удачи и собирается в суперсвинку. Кстати, суперсвинка, которая собирается из обычной свинки, всегда дает 1 золото, дает 2 удачи и усиляет предметы, предмет перед собой, шансо-базированные иные предметы на 20% чаще прокуют. Здесь, например, вот мана-стоун. Посмотрим на мана-стоун. Это предмет, который работает от шанса. На него она работает. Или вспомним чеснок. Чеснок с 40% шансом убирает вампирку с врага. На него она сработает. Или из крутых вариантов это лук, это стрела, это стрела-лучница. Можно поставить свинку сзади и увеличить шанс получения удачи. О ней сейчас тоже поговорим. Вот так работает эта свинка. Ну и плюс дает просто пассивно 2 удачи и 1 голду. Суперклассная штука. Мана-орб важный для многих предметов, очень важный для книжки неуязвимости. Каждая звездочка, которая вокруг него активируется, имеет 66% шанс дать 1 манну. А если маны уже 10, наносят 2 урона вместо этого. Кстати, может критовать. И даже может, по-моему, вампирить, если рядом с ним поставить гребешок вампирский. Обычная свинка просто дает 1 голду и ее можно разбить молотком. Про молоток, кстати, забыл это сказать, потому что здесь в этих сочетаниях этого нигде нет. И тогда она даст монетки, которые можно продать за 4. Я, кстати, думал, что за 5 голды. Камень-точилка вокруг себя в двух слотах дает плюс 1 урона. Сильно для мечей, для рецептовых мечей. Листочки регенерации. Важный момент считается предметом, ладно, об этом потом поговорим, предметом природы. одна регенерация в начале игры сильна. Одна регенерация в начале игры очень сильна и сильна, когда собираются билд через кровавый меч. Песок в начале битвы наложи один блайнд, одно ослепление, шипочек, получай один шипочек. И пошли уникальные предметы. Стрела. Стрела супер сильная штука, потому что дает рейнджеру быстро настакать удачу через предметы, которые лежат в ромбике. Здесь нужно искать быстрые активаторы. Это любое оружие, это еда, это всякие крутые штуки, щиты, как активаторы сюда садятся, а дальше это уже не столь важно, но тоже сильно увеличивая. Иногда можно стрелу развернуть просто и забить на вот эти звезды, но получить плюс 30, но получить удачу и забить на вот эти какие-то 30 крит урона и снятие брони. Ну вообще конечно снятие брони при критах тоже крутая штука. И второй классовый предмет, который выбирает класс пасфайндера, это для шиповых билдов листочек, которые за каждый предмет nature, категория nature итемов, это вот и всякие виды еды, короче читайте что есть nature итемы, природные предметы, за каждую звездочку, за каждый природный предмет вокруг дает шанс резистить яд, то есть хорош против риперов, получается 3, 4, 5, 6, 7, 8, до 40%, а если поставить свинку, то по-моему тоже 40%, потому что свинка здесь 6% дает вместо 5, если я правильно помню, или 7, а еще когда вы получаете шипы, накладывает на врага яд, то есть тоже делает из лучницы ядовитого перса, когда у врага есть 13 ядов, весь урон получаемый врагом увеличивается на 25, если я правильно понимаю вот это вот описание, я кстати его ни разу не проверял, но тоже звучит очень сильно, дальше, и гидрасель, очень люблю этот лист под вампирский меч, который я уже много раз упоминал, за каждый природный предмет в звездочках в начале битвы сразу дает единицу манны и единицу регенерации до 10 у него аж 10 звезд здесь нет, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, это супер сильно, почему, потому что во-первых, когда у вас есть 10 манны, вы можете ягодами получать одну удачу, то есть мгновенно прокаем 10 манны, дальше ягоды формят удачу, 2-3 ягодки и уже там по 3 удачи вход, потом вход идут морковки все вместе начинает работать супер круто, ну и плюс 10 регенерации само по себе сильно, плюс эту регенерацию можно использовать для того, чтобы получать вампирку и шипы на блатторнах и так далее, и так далее, крутой лайфбайндер офигенно этом, ну и конечно же для магических билдов, для посоха, для критующего стаффа наверное это тоже круто, хотя стреланы да, наверное это сильнее будет, вампирский гребень в начале битвы дает звездочки перед ним начинают воровать жизнь, даже рейнджовые оружия, даже драконы, даже посохи, весь хилинг усиляется, все лечение на 25%, все лечение, даже стаффа фанхилинг, кстати, наверное он сильнее, чем ведьма под стаффа фанхилинг, хотя я всегда ведьму пытался брать, наверное это была ошибка, яд начинает вампирить хп через вампирку, то есть если вампирка и я на врагах одинаковый, он будет тоже вампирить, короче вот такой вот интересный айтем, очень люблю брать, наверное мой любимый айтем на рипере, и последний классовый айтем, это ведьма, ведьма, ведьма на куклу, имеет странное расположение, каждые 3 секунды накладывает фатик, фатик уникальная механика, конца хода, когда, конца битвы, когда битва затягивается, начинает наносить 1, 2, 3, 4 и так далее урона, ведьма может это ускорять, куклу можно ускорять, тоже какими-нибудь перчатками или чем-нибудь еще, и тогда фатик у врага, когда он начнет наступать, он будет уже бить не по 1, а по 10, ну и сам по себе фатик будет наносить урон, типа 1, там 2, 3 и так далее, а также, я уже про нее чуть-чуть рассказывал, при получении дебафа имеет 30% шанс наложить на врага тот же самый дебаф, очень круто работает с ядовитыми банками, потому что ядовитые банки накладывают яд на себя, и потом мгновенно накладывают яд на врага, так что в ядовитых банках всегда берут ведьму, а также звездочки начинают срабатывать на 150% быстрее, когда уже начинается механика фативы, Гоба, зачем ты вылез? все, все, все посмотрели, микро заключение, да, сделать, надеюсь, этот видос был полезен, не забывайте подписываться на канал, приходить на стримчики, по бэкпакам стримчики сейчас постоянные, и также хочу сказать, что сделал базовый гайд, наверное, и по вообще каким-то базовым механикам, тут скорее больше для совсем новичковым было, будет, ну а так, да, не забывайте лайкосики ставить и делиться с друзьями, все, YouTube, пока-пока. пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok